Здравствуйте, дорогие друзья! Доктор Атопеков, канал На Пульсе. Сегодня мы с вами поговорим на тему гуминовых кислот, фульговых кислот. Раньше мне уже задавали, наверное, в течение пары лет вопросы в комментариях, но никак не доходили руки изучить этот вопрос. И вот сегодня, наконец-то, дошли. Давайте начинать. Итак, гуминовые кислоты — это такие органические соединения, которые образовались в результате распада умерших растений под действием микроорганизмов в почве. Наиболее частое заблуждение, что гуминовые кислоты являются удобрением. Они сами по себе не являются удобрением, они больше являются катализаторами химических реакций. То есть они их облегчают и ускоряют. Но действительно, гуминовые кислоты используются в сельском хозяйстве для того, чтобы увеличивать, скажем так, плодородие почвы, чтобы был более хороший, сочный урожай. А также они, например, применяются в животноводстве, в рацион питания животных. Гуминовые кислоты стимулируют рост и развитие корневой системы, а фульфокислоты дополняют их действия, стимулируют рост и развитие листьев и повышают фотосинтез растениями. То есть они улучшают здоровье растений. Но сегодня мы будем говорить о влиянии на организм человека. И хочется начать с кандидатской диссертации, где изучались свойства гуминовых кислот. И действительно известно, что они обладают различными свойствами. Образование комплексов, снижение интоксикации, подавление воспаления против микроорганизмов, антиоксидантные свойства и даже использовались раньше в виде энтеросорбентов. И основные положения данной кандидатской были, что они являются низкотоксичными, то есть достаточно безопасными. Они могут оказывать дезинтоксикационное, то есть детокс, и защитное действие на печень. Антидиабетические свойства, заживление ран, снижение воспаления и обезболивания, адаптогены, защита желудка от образования язв, то есть дают какое-нибудь, допустим, агрессивное вещество, которое будет вызывать повреждения слизистой желудка. И если добавлять гуминовые кислоты, то они защищают от образования этих язв. И мембранопротекторные свойства. И давайте с вами начнем с дезинтоксикационных свойств, детокс. На самом деле проведено было 6 различных исследований с применением различных токсичных веществ или токсичных препаратов. И животным давали такие дозы, которые вызывают обычно летальный исход. И вот если давать им параллельные еще гуминовые соединения, то у них либо не возникало летального исхода, либо у них быстрее все это вымывалось из крови. И это происходило все за счет того, что гуминовые кислоты усиливали способность печени нейтрализовать токсины, плюс имеют антиоксидатную активность, за счет чего снижают повреждения печени. А при, допустим, отравлении нейролептиком, глазопином, комбинации с поливинилпиралидоном, снижалась смертность животных в 2 раза. И было значительно уменьшение, отмирание клеток печени. Кстати, забыл сказать, что испокон веков гуминовые соединения, они поступали в организм человека с пищей. Например, наши бабушки, прабабушки ели ягоды с куста прямо, или огурцы, допустим, с грядки, не мыли их. И там микрочастички земли, гуминовые соединения могли попадать. То есть, таким образом, они могли оказать свои влияния на организм. Сейчас мы все тщательно моем. Я не призываю никого есть землю, чтобы получить эти соединения. Благо, сейчас есть технологии, можно добывать эти вещества, очищать их и в безопасном виде их употреблять. Ну а кроме дезинтоксикационных свойств, зачем нам еще можно их употреблять? И, конечно же, это противовоспалительные и противоаллергические свойства. Статья 2018 года характеризует антиоксидантные свойства гуминовых соединений. То есть, действительно, защита от свободных радикалов, которые у нас повреждают наши органы, ДНК, вызывают мутации, вызывают устарение и гибель клеток. А вот здесь сказано, что было проведено рандомизированное двойной слепоих, то есть, хорошее исследование на пациентах, страдающих аллергическими реакциями на кожу. И оказалось, что минимальные были побочные эффекты от приема гуминовых соединений, зато значительно снижалось покраснение кожи и проявление дерматита в сравнении с группой, которая получала пустышки плацебо. И еще клиническое испытание, которое показывает, что действительно противовоспалительные свойства имеются, при этом эти вещества нетоксичны. А исследование на мышах показало, что они могут ускорять заживление ран. И были нетоксичны как при сразу больших дозах, так и при постоянном хроническом приеме. Кстати, эффекта накопления у них нет. Они также были способны снижать аллергические реакции, снижать отечность лап у крыс, там был специальный эксперимент, веществом вызывали этот отек, и снижать отторжение трансплантата, тоже если, допустим, потенциально, если у кого-то была пересадка органа. Но это пока что на животных. А у пациентов, у которых есть воспаление в суставах, остеоартрит, у них, допустим, в колени воспалились суставы, у них значительно снижались уровни циреактивного белка, которые являются показателем воспаления в организме. Когда кровь сдаётся, реактивный белок повышен. И у пациентов с сезонной аллергией снижались проявления. То есть потенциально это может быть противоаллергическое средство и успокаивающий иммунитет, как, допустим, тот же грипп Риши. Вот это исследование, о котором я говорил, о том, как вызывали отек лапок у крыс, а здесь ускорение заживления ран, даже инфицированных золотистым стафилококком, который вызывает гнойные инфекции, и раны при этом не заживают. При этом не было никаких проявлений токсичности и тератогенности, то есть у беременных мышей никаких проблем вообще не было. По воздействию на иммунитет. Тут действие у него двоякое. С одной стороны, он является противовоспалительным, мы с вами только что об этом поговорили. С другой стороны, он может быть и провоспалительным. Если это острое воспаление, то это не так плохо, потому что это воспаление, это защитный механизм организма. То есть острое воспаление, когда оно помогает отграничить инфекцию, уничтожить что-то, попадающее в организм. Хроническое воспаление, оно неэффективное, оно негативное, и оно может даже вызывать опухоли. Так вот, здесь вот оно помогало усилить неспецифический иммунитет и помогало усилить производство антител, то есть специфический иммунитет, плюс заживление ран и очищение от инфекции. Вот эта статья посвящена потенциальному использованию фульвокислот при всяких хронических воспалениях и при диабете, там рассуждения на тему, но на самом деле на людях пока недостаточно информации, что нужно еще это изучать. И, конечно же, здесь собраны разные статьи по влиянию на кишечник и на микрофлору кишечника. А микрофлора – это у нас прямой участник формирования иммунитета и защиты организма. Ну, во-первых, может воздействовать на микрофлору, вызывать ее размножение, не меняя баланс при этом нормальный. Второе – усиливает всасывание разных микроэлементов, увеличивает количество пищеварительных ферментов, то есть лучше пища начинает перевариваться, лучше начинает всасываться. Это одна из причин, почему неплохо могут, почему эти гуминовые кислоты, они могут использоваться для человека. То есть, если принимать с пищей, с теми же микроэлементами, то потенциально это может улучшить их всасывание, потому что они могут образовать комплексы и переносить эти плохо, допустим, всасываемые вещи в кровь или даже в клетки. Об этом чуть попозже поговорим. И, опять же, против язв желудка. Вот одно из исследований, о которых я уже до этого говорил, что усиливается иммунитет, усиливается производство антител. А вот, я тоже об этом говорил, о влиянии на микрофлору у здоровых добровольцев, что действительно увеличивается количество бактерий, что может помочь, например, людям, страдающим запором, без каких-либо проблем с балансом, не вызывая дисбиоза. Следующая очень важная, интересная тема – это влияние на грибы, грибковые инфекции. Здесь исследовалось на грибах рода кандида. Действительно оказалось, что фолиовые кислоты, гуминовые кислоты, они могут нарушать мембраны, то есть оболочки грибов, соответственно, вызывая их гибель. И вот эти вот все механизмы, с помощью которых грибы приспосабливаются к нашим препаратам противогрибковым, когда грибы лечат, а им всё равно, то есть они учатся сопротивляться. Вот это вот всё не работает против фолиовых кислот, потому что там другие механизмы. Кстати, сравнивали фолиовые кислоты и всякие другие препараты от грибков, оказалось, что несмотря на то, что даже тот же каспофонгин, он убивал грибы в более полном объёме, но при этом фолиовые кислоты и гуминовые кислоты, они делали это намного быстрее. А если, допустим, у человека есть иммунодефицит, и у него грибы начинают распространяться в крови, вызывая заражение кровью, у него состояние тяжёлое, и ему нужно срочно помочь потенциально, этот эффект, быстрый вот этот эффект, может спасти жизнь. Но опять же, это потенциально надо ещё изучать. Вот очень интересно по биоплёнкам. Я раньше делал видео о бактериях и бактериальных биоплёнках. Что это такое биоплёнки? То есть они растут в комплексе, они образуют такую вот плёнку бактериальную, и при этом они защищаются от любых антибиотиков, от смывания, вымывания, от антисептиков, то есть их вообще практически ничем не возьмёшь. Вроде лечимся, антибиотики пьём, а они остаются в бактериях. Вот это из-за биоплёнок, потому что они таким образом защищаются. Оказывается, грибы, вот здесь показана электронная микроскопия, и аспергилюс, это всем известная плесень, один из видов, и кандида, то есть, ну, кандиду все знают, они тоже могут образовать биоплёнки. Так вот, оказывается, что при этом, повторюсь, ничем их не возьмёшь, ничего на них практически не работает, и они таким образом могут долго находиться в организме, на постоянной основе, и вызывать хроническое воспаление, которое мы так не любим, потому что оно вызывает много проблем. Так вот, оказывается, что гуминовые соединения могут помогать разрушать эти биоплёнки. Это очень интересно, и это очень перспективно. По всасыванию и по детоксу. По детоксу я немножко уже вам сказал. Вот, кстати, есть такая тоже большая работа. Это диссертация химическая, но здесь это не связано с организмом, тут связано с как можно очищать всякие разные среды, техногенные отходы с помощью гуминовых соединений. И на самом деле, как я уже сказал, они являются хелатами, то есть, они обладают хелатирующим эффектом, они могут образовать, вот видите, здесь показана схема меди, а вот оно, гуминовое соединение, оно его так вот обволакивает, как бы делает комплекс с ним, и при этом оно его может переносить, эту медь, и связывать. То есть, с одной стороны, эти вещи могут помочь чему-то всосаться, как я вам уже говорил, для лучшего всасывания микроэлементов, полезных каких-то элементов из пищи. С другой стороны, это можно использовать для выведения тяжёлых металлов. Об этом чуть попозже ещё поговорим. Вот интересная статья на курах, когда им практически 200 кур здесь было, одним давали обычную пищу, другим давали пищу плюс свинец, тяжёлый металл, третьим давали только гуминовые кислоты, четвёртым давали и свинец, и гуминовые кислоты, и смотрели, какая же будет разница. Изучали здесь щитовидную железу, потому что у тех кур, которые получали свинец, у них вот это вот отравление вызывало повреждение щитовидной железы, гибель клеток и формирование шрама вокруг. То есть, эта щитовидная железа становилась нефункциональной. Естественно, как и при том же аутоиммунном тироидите, аид, в зобе-хашемоте у многих людей, сначала повышается ТТГ, а потом, со временем, если дольше проводить эксперимент, то будет уже снижаться и Т3, и Т4, то есть уровни гормонов. Так вот, оказалось, что при добавлении гуминовых кислот у них не было, у них оставался нормальным тиротропный гормон, и было намного меньше повреждения щитовидной железы, когда смотрели уже под микроскопом. Это к теме выведения и нейтрализации тяжелых металлов. Плюс потенциальный эффект при болезни Альцгеймера. Мы знаем, что там скапливается так называемый ТАУ-белок, который, ну и плюс амилоид, ТАУ-белок, это такие клубки, патологические, запутанные белка, вот они накапливаются, это вызывает дисфункцию нервных клеток, их гибель, и, соответственно, все эти проявления. Казалось, что фульмовые кислоты способны не только предотвратить формирование таких вот патологических накоплений, но и даже их расщеплять. То есть, это тоже потенциально очень интересно при болезни Альцгеймера. Что же касается противоопухолевой темы? Есть исследования на разных клетках рака, опухоль печени, опухоль поджелудочной железы, но это все доклиническое. Действительно, они могли подавлять эти клетки, вызывать апоптоз, но говорить о том, что это какое-то эффективное противоопухолевое средство нельзя, потому что у нас просто нету исследований на эту тему. Еще одна статья почки. Защита почек. Когда отключали кровоснабжение почки и наблюдали, одним животным при этом давали гуминовые кислоты, другим не давали. Тем, которым не давали, у них из-за вот этого голодания кислородного начиналась сильная гибель клеток почки, а если давали, у них эта гибель не происходила или происходила в минимальном размере, в минимальном объеме. То есть, это защита не только почек, а вообще внутренних органов. Эта выдержка из диссертации, которую я показывал в начале, оказалось, что они не имеют накопительного эффекта, обладают раздражающим некоторым действием, ни на какой орган конкретно они не являются токсичными ни на какого конкретного органа, и при этом они безопасны для плода, не вызывая никаких мутаций или там выкидышей. Хотя это, конечно, на животных. Беременным лучше ничего такого подобного не употреблять, не экспериментировать. Безопасными считаются уровни калия гумата в дозе 1 грамм на килограмм, ну, если вес человека, допустим, 70 килограмм, то вот 70 грамм это безопасно в сутки. А для фолиевых кислот это 1,8 грамма в сутки. Итак, повторюсь, массовое выращивание сельскохозяйственных культур, плюс использование удобрений, отказ от повторного внесения гумуса в почву, это все обедняет продукты нашего питания, затрудняет экстракцию, то есть выделение и всасывание этих питательных веществ из пищи нашим организмом, может приводить к дефициту многих витаминов, микроэлементов, поэтому сейчас тенденция такая всем применять пады, магний, еще чего-то. Ну и гуминовые соединения, они потенциально могут помочь наоборот в экстракции веществ, в всасывании этих веществ из пищи. На рынке появляется сейчас разная продукция, которая содержит гуминовые кислоты, фульвокислоты, но тут важно понимать, что они должны быть обязательно очищены от токсичных примесей, иначе можно вместо пользы получить вред. Получение хорошего, качественного, чистого продукта это достаточно высокотехнологичный процесс. Должно быть качественное сырье, не очень загрязненное и должны быть обязательно проверены в лаборатории на содержание загрязнителей и тяжелых металлов. Плюс для большей эффективности лучше выбирать комбинации гуминовых кислот и чтобы там фульвовые тоже были. На российском рынке тоже есть такие добавки фульвовых кислот и гуминовых кислот. Демонстрирую вам, на мой взгляд, одни из самых качественных. Во-первых, они комбинированные смесь фульвовых и гуминовых кислот. Во-вторых, производитель Lifeforce это международная компания, представленная в ЕС, СНГ, России, собственной технологией добычи из сибирского Леонардита, в котором концентрация кислот максимальная и он экологичен и не содержит примесей. В отличие от того же Мумио, где тоже есть гуминовые кислоты, но и загрязнители, которые могут прекрасно всасываться в комплексе с гуминовыми кислотами. Компания Lifeforce уже 22 года ведет совместную научно-исследовательскую деятельность с МГУ имени Ломоносова по изучению гуминовых веществ и их положительного влияния на здоровье человека, а также является членом мирового гуминового сообщества. Природный комплекс гуминовых фульвовых кислот в компании Lifeforce называется Support Elixir. Не содержит стабилизаторов, консервантов, ГМО, сахаров, плюс имеет хорошие концентрации гуминовых и фульвовых кислот. А также в своем составе содержит природные микро- макроэлементы в биодоступной форме, такие как фосфор, калий, натрий, кальций, магний, железо, цинк, бор, медь. Продукт сертифицирован имеет базу исследований на безопасность и экологичность. Кстати, вкус у него нейтральный и пьется очень легко. Продукт можно купить на сайте Lifeforce и по промокоду, который я укажу под этим видео в описании, можно получить дополнительную 25% скидку. Фульвоагуминовые комплексы от Lifeforce существуют также в капсулах. Продукт Soft Detox. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с медицинским специалистом. В качестве вывода, повторюсь, для чего потенциально могли бы использоваться гуминовые кислоты? Итак, конечно же, это хилатирующий эффект, они хилаты, и дезинтоксикационный эффект. То есть, они могут образовать комплексы при образовании комплексов с тяжелыми металлами. Свинец, ртуть, мышьяк, если есть перегрузка медью, железом, тех же радиоактивных веществ радионуклидов. Они могут помочь организму выводить их. Поэтому могут быть полезными потенциально, если принимать их натощак с детокс-целью. Но при приеме, допустим, с тем же железом или с пищей, если вы не на голодный желудок едите, то это может помочь всасывать, наоборот, некоторые вещества. Тут, конечно, необходимы исследования на людях, чтобы говорить о каких-то четких эффектах и рекомендациях, как лучше это все делать. Следующее. Защита печени, почек, других органов от повреждающих факторов, защита желудка от повреждающих факторов, то есть противоязвенное действие. Как сказано в этой работе, гуминовые кислоты могут быть использованы как ацербенты и по наблюдениям авторов они проскальзывали между ворсинками эпителия кишечника, создавая защитную пленку, тем самым защищая ворсинки от повреждений. Далее. Борьба с интоксикацией. Мы говорили с вами о защите от отравлений разными токсичными препаратами, допустим, или веществами. Противовоспалительные и противоаллергические свойства тоже с вами о них говорили. Заживление ран, воздействие на иммунитет микрофлору против микроорганизмов и грибов. Особенно важно, что они не могут при этом защищаться привычными ими способами, которыми они защищаются от препаратов и действия на биопленки. Это тоже очень важно. Противоопухолевая активность и еще адаптогенный эффект тоже в соответствии с диссертацией, которую я вам показывал. Дорогие друзья, я надеюсь, вам было это интересно, полезно. Собрал информацию, которую мог. Я вам всем желаю крепкого здоровья, хорошего дня, до свидания. Ни одно гуминовое соединение не внесено в перечень медицинских из-за сложностей стандартизации и многообразия этих веществ. Большая часть исследований доклинические, многие эффекты нужно еще проверять на людях. Требуются дополнительные большие клинические испытания. Продолжение следует...